1877 год, июнь-сентябрь. Ход русско-турецкой войны. Ну, в принципе, планы русских были наступательные, планы турковоронительные. Основные линии укреплений были, во-первых, Дунай, который турки уже давно укрепляли, там было множество крепостей с артиллерией. У них был там флот у турок на Дунае, 17 мониторов. Ну и второй, естественно, Балканский хребет. Основной переход был Шибкинский. Шибка – это, значит, перевал на Балканах. Ну, в общем, задача русских войск заключалась в прорыве Дуная, прорыве Балканского хребта, выхода на Константинополь и взятие Константинополя, в принципе, означало конец войны. У турок были только оборонительные. Ничего конкретного по поводу наступления вперед не было на Балканском театре. Они собирались все вот эти укрепления оборонять, насколько получится, и втягивать Англию в войну, так как Англия им обещала свою поддержку. Второй фронт был Кавказский, и про него я отдельно расскажу. Но основной фронт был Балканский, конечно. Еще в апреле русские войска вступили на территорию Румынии, начали там сосредотачиваться достаточно быстро. В июне, завершив переброску в Румынию, русские осуществили бомбардировку различных крепостей на Дунае турецких и достаточно быстро форсировали Дунай. 22 июня нижний дунайский отряд русской армии переправился через Дунай у Галаца и Браила и занял Северную Добруджу. И в ночь на 27 июня русские войска под командованием генерала Драгомирова форсировали Дунай в районе Зимницы. То есть в нескольких точках русские форсировали Дунай с минимальными потерями, около 1000 человек убитыми и ранеными. И с 3 июля, уже опираясь на эти плацдармы, они начали переброску основных своих сил через Дунай. То есть первая линия обороны турок была, в общем-то, за две недели прорвана. Хотя турки там лет 50 утроили всевозможные укрепления на Дунае. В общем, начало войны, это быстрое бегство турок, быстрое наступление русских. Однако, в отличие от немцев, оказалось, что русская армия к быстрому наступлению, вообще говоря, малоспособна. То есть быстро выдохлись, тем не менее. Немцы, они вот Блицкриг осуществили и против Австрии, и против Франции, вот только что, в 70-м году против Франции. В принципе, предполагалось, что по той же методике, по немецкой, русские также Блицкриг против Турции сделают. Константинополь еще летом возьмут. Но и так вот не вышло все равно тут. Хотя турки были очень слабые. Значит, форсировав Дунай, немедленно русские войска начали наступление на владение перевалами Балканского хребта. Турки просто бежали, особенно не сопротивлялись. 7 июля русские взяли Тырнов. И в тот же день, в принципе, донские казаки взяли плевну, которую потом штурмовали всю остальную половину года. Взяли плевну, значит, обезоружили турецкую роту, но потом почему-то ушли. Вот эти всякие вещи потом долго разбирались. А почему ушли? То есть плевну можно было вот так и удерживать. И не надо было бы ее осаждать полгода. Ну вот, возможно, из-за вот этого бардака, который шел при общем этом быстром наступлении, никогда ранее русская армия так быстро не наступала, как русско-турецкую. 16 июля взяли крепость Никополь, что считалось серьезной, значит, победой русских. А турецкие войска, они уже из этого Никополя, Никополь все-таки, по-моему, по-болгарски, из Никополя они отступили к плевне. И получилось, что основная вот линия обороны турок это будет плевна. 19 июля русские войска вместе с болгарскими ополченцами взяли Шибкинский перевал. Передовой отряд взял уже даже Стару Загору. Однако, произошел бой у Старой Загоры, где их разгромили. Подошли из Албании 20 тысяч турок, и болгарские ополченцы вместе с русскими отошли к Шибке. После чего они начали оборонять Шибку. История про оборону Шибки хорошо известна в Болгарии. Ну и вообще, песни там есть, и в России тоже. Это героическая часть этой войны. Ну и после Никополя, в целом, значит, русская армия решила, что нужно все-таки обезопасить фланги и взять плевну. Поэтому основные части были соточены у плевны. Это все задержало продвижение русских войск. И привело к срыву, в общем-то, Блицкрига всего этого. Турки сосредоточили серьезные силы. 20 июля был первый штурм плевны, который провалился. Потом 30 июля второй штурм плевны. То есть первоначально планировали в июле так вот взять плевну. Шибку уже взяли и все через Балкан уже маршировать на Константинополь. Однако после провала второго штурма плевны русские войска перешли к обороне и вообще полностью стояли в августе. Ну вот, возможно, это из-за коммуникации. То есть очень быстро, на самом деле, наступали по тогдашним всяким меркам. Вот, и надо было подтянуть коммуникации. Хотя потом много было споров. Почему там под плевны стояли? Утверждали, что это сорвало всю войну и так далее. Вот, тем временем, с 21 августа турки начали атаковать Шибку. И вот там на Шибке героически оборонялись совместно с болгарами. Там серьезные еще болгарские войска стояли. На территории освобожденной Болгарии производилась мобилизация, естественно, в ополчении болгарское. И турецкие земли передавали болгарам русские. И турки этнически бежали с этой территории, естественно. 11 сентября произошел еще один штурм плевны, после чего решили плевну блокировать. В сентябре окончательно все остановилось. В целом, вот этот весь план быстро победить, провалился. Тем временем на Кавказе тоже шли ожесточенные сражения. На Кавказе наступление начали еще 24 апреля, сразу после объявления войны. И наступление вели в направлении на Карс. 17 мая взяли Ардаган, и затем начали наступать непосредственно на Батум. К 24 мая русские вышли к Карсу, фактически начали осаду города. А ереванский отряд, то есть действуя, начиная от Еревана, он подошел к Боезету, и Боезет турки просто бросили. Крупная крепость турецкая, да, Боезет. 29 апреля русские взяли этот Боезет, но это вот где-то в районе Еревана, грубо говоря. Потом из Боезета они начали быстрое наступление русские вперед в мае, а в тылу оставили небольшие части казаков. В результате к 18 июня в тыл фактически наступающим русским войскам подошли турки и осадили этот Боезет. Вот она, оборона Боезета. Значит, оборона Шибки, оборона Боезета, вот героические страницы русско-турецкой войны. Соответственно, вот небольшими силами, в основном казаками, оборонялся Боезет, а передовые части пытались наступать русских. В целом, в июне уже турки выставили достаточно серьезные силы на Кавказский фронт, и по результату боев в июне, и особенно битва при Зевине 1 июля, начали русские отступать. При отступлении они деблокировали Карс, то есть вот началось отступление русских, сначала осадили Карс, потом они от Карса отступили. Однако отступающие русские войска спасли вот тех, которые оборонялись в Боезете. 7 июля отступающие русские войска деблокировали также Боезет и освободили там своих, которых турки пытались вот в тылу там окружить. То есть завершилась оборона Боязета. Про все это много достаточно романов, всевозможных, песен, фильмов и так далее. Про все эти события это все было сравнительно уже недавно. В целом после всех этих мероприятий шла оборона. Где-то в середине июля на Кавказском фронте тоже русские перешли к обороне. Причем был ряд попыток турок наступать также на Ереван. Ну говорят, что в принципе могли даже турки взять Ереван. Вот когда русские основные части пошли вперед, а турки в тыл атаковали на Боязет, они могли взять Ереван. Он был тоже не прикрыт практически никакими войсками. Ну и в целом где-то к сентябрю там тоже все остановилось, в принципе еще в августе. Тем временем в тылу происходило восстание кавказцев, в основном в Чечне и Дагестане. Так как уже в 76-м году примерно было ясно, что будет видимо война, еще весной 76-го года в Чечне началась подготовка к восстанию. Лидер чеченский Алибек Хаджи Алдамов, он только что был в Турции, и вот в Турции он совещался с турками, чтобы поднять полностью восстание. На Кавказе, а турки их поддержат десантом Черноморского побережья. То есть относительно Балкан у турок был план оборонительный, а относительно Кавказа наступательный. Они планировали поднять в восстание чеченцев и дагестанцев, в Сухуми десант, окружить русские войска в Закавказье и наступать туда, на Ростов, организовать там наступление массовое. И возможно потом весь Кавказ включить Турцию. И причем чеченцы их поддерживают, потому что тоже мусульмане. Как только объявили русско-турецкую войну, Алибек Хаджи немедленно собрал 60 человек авторитетных чеченцев, они его избрали своим имамам и дали клятву сражаться за независимость Чечни. Сторонники Алибека распускали слухи, что русские все войска послали на Кавказ, что здесь против них действуют женщины, которых нарядили в солдатские мундиры. Это видимо такое чисто на Кавказске мундире, что против них русские выставили женщин. Также они заявляли, что турецкие войска уже взяли Тифлис и наступают прямо на Чечню. Также рассказывают, что сторонники Алибека нарядили какого-то кумыка в красный халат и выдавали его, что это турецкий генерал, которого прислал султан. На деле же Алибека Хаджи собрал примерно 500 человек, это был достаточно серьезный отряд, тем более действительно основные русские силы наступали на Карс. Ну и вот с этим отрядом он собрал довольно серьезные уже силы, начал восстание. 22 апреля у Майер-Тупа чеченские повстанцы уже собрали порядка 3000, то есть 500 человек до 3000 за неделю у них увеличилось. Ну, однако же, значит, русские в целом от них отбились, но начали отступать, так как увидели, что силы чеченцев превосходящие. К началу мая русские войска сосредоточились, то есть вышли на подавление восстания, там в России уже была мобилизация, они уже могли достаточно серьезно выставить, военная реформа только что прошла. Ну, в основном русские войска первоначально обороняли стратегически важные направления, дороги, ну и начали рассекать потихоньку восставших там. То есть в мае началось подавление уже чеченского восстания и достаточные силы, серьезные русских войск прибыли. Тем временем, 2 мая турки, как они обещали, высадили в Сухуме десант, заняли Гагры, Адлер и пытались, значит, наступать из Сухума, вот через Черкесов, пытаясь тоже их восстать, на соединение с чеченцами, как у них было запланировано. Тем не менее, русские войска к 19 июля там уже сосредоточились и в июле нанесли ряд поражений, 7 августа русские отбили Гагры и, наконец, к 20 августа весь турецкий десант был уничтожен и русские взяли Сухум. Значит, к концу августа попытки турок туда прорваться навстречу чеченам были ликвидированы, турецкий десант подавлен, а на Кавказе русские войска оборонялись, но на турецкой территории. То есть, даже вот турки не вступали там на территорию Армении и там и так далее. То есть, вот там оборонялись где-то вот в районе Боязета и прочее. Батум взяли русские, на турецких местах. 10 мая началось наступление русских в Чечне. Чтобы расширить сопротивление, мусульмане подняли восстание в Дагестане. 14 мая началось восстание в Дагестане. Довольно быстро основные силы повстанцев были разгромлены с уничтожением аулов, поэтому чеченские повстанцы перешли к партизанской войне. Они действовали группами по 30-60 человек. Ну и, соответственно, для охраны дорог действовали также русские отряды. В основном, в общем, войска шли, войска контролируют дорогу и на дорогу, на блокпосты нападали чеченцы. В августе новая была волна восстаний, то есть, фактически где-то в мае разгромили, потом где-то июнь-июль они партизанили. В августе снова пытались поднять восстание, что привело к новой карательной экспедиции в Чечню. Сжигали русские войска аулы, истребляли посевы. То есть, истребление мирных жителей российскими войсками тоже проводилось, так как они считали, что чеченцы массово партизанят и нужно их всех тогда уничтожать, лишать поддержки партизан. Ну, имеется в виду не уничтожить весь чеченский народ, имеется в виду вот те конкретные районы, где партизанили, нужно уничтожать там аулы. Так как аулы поддерживают партизаны, по всей видимости, эти все непонятные партизаны там живут. Так как мы не знаем кто, вот они весь аулы уничтожали. 29 августа началось восстание в Дагестане. Причем там были также местные милиции из тех же кавказцев, которые переходили на сторону восставших. 2 сентября произошел бой дагестанских повстанцев с карателями у аулы Элистанджи, в процессе которого дагестанцы были разбиты. Алюбек Хаджи там участвовал, и после 2 сентября Алюбек Хаджи уже скрывался. То есть, в сентябре, в общем, все опять все было разбито. 13 сентября произошло восстание в Южном Дагестане, потом 27 сентября по 5 октября была карательная экспедиция в Южный Дагестан, где тоже уничтожили множество аулов восставших, таких как Мамет Калаа, Башлыкент, Янгикент, Верикент, Маджолис и так далее. Восставшие дагестанцы были блокированы, они пытались с гор прорваться на равнинную часть Дагестана, но это им тоже не дали. 20 октября село Цудахар было полностью разрушено артиллерией и затем взято штурмом российскими войсками. Как и в Первую Кавказскую войну, там совершенно не церемонились русские войска, они били по всем этим мирным аулам из пушек, а потом их штурмовали и полностью сносили. Вот потому что там действительно массово они считали восстание, считали, что все воюют, включая мирных жителей. Не различали они там вообще партизаны, мирных жителей, потому что восстание. Значит, 3 ноября пал последний аул в Дагестане. Повстанцы выдали руководителей дагестанского восстания русским. Альбек Хаджи вырвался из окружения в Дагестане, вернулся в Чечню. В ноябре судили арестованных горцев Дагестана. К смертной казни через повешение приговорили 300 человек. И 14 человек казнили прямо на глазах у горцев, чтобы они убедились, что русские всех казнят. В условиях, когда истреблялись чеченские аулы, Альбек Хаджи решил сдаться, чтобы прекратился геноцид населения. Потому что они искали этого Альбека Хаджи таким способом, что просто сносили какую-нибудь деревню, где они подозревали, что он есть. Просто всю деревню, так сказать. Потому что он может там скрываться. Ну все, значит, 27 ноября Альбек Хаджи сдался, это считается конец восстания. 6 марта 1878 года Альбек Хаджи и 11 его ближайших соподвижников были приговорены в Грозном к смертной казни через повешение. 9 марта повешены на рыночной площади. Вот такие у нас трагические события происходят на всех фронтах русско-турецкой войны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова